большой всем привет смотрите что у меня разложено на столе спустя наверно четыре месяца последний раз мы играли летом где-то в середине и после этого игра была отложена мы перешли на зафорианцев и другие настольные игры но это осень у нас выдалась прямо замечательным месяцем или временем года возвращения мы вернулись фрунбаунд мы вернулись в рыцарь маг и вот сейчас вернемся в звезды акариоса прямо возвращение в любимые игры и звезды колеса тоже среди любимых однозначно поводом конечно стало большое обновление которое буквально на днях запустилась и про который я уже очень очень подробно рассказал и разложив игру конечно сложно было избежать соблазна снова окунуться в этот замечательный хоть и немножко наивный мир космического акариоса альтернативного мира космического даже не про земля мы в нее играли очень много на канале есть десятки видео и воспоминания самые самые приятные самые теплые а сюжет немножко я восстановил в голове посмотрел несколько видео посмотрел кусочки чтобы вспомнить сюжетку в принципе она не сложная и у нас только только началась какая-то движуха по-настоящему я сегодня хочу начать сценарий и попробую даже снять с руки чтобы всю космическую красоту вот эту показать с боями обычно так не делал потому что в этой игре это очень очень утомительно может и пробовал но ненадолго попробуем в этот раз и а знаете я сейчас сижу и листаю новые правила но новые правила редакция и они настолько улучшились прям красота почитать одно удовольствие да и со старыми можно было разобраться но здесь реально видно рука другого человека который умеет структурировать правила а может быть это так показалось потому что я уже знал как она играется более-менее и мне все было очень и очень понятно первые правила тоже были в принципе понятны но немножко запутаны здесь вообще никакой запутанности и смотрите буквально два абзаца за которые здесь добавили они на нашу загадку из прошлой серии решили за два абзаца то есть что делать когда вы получаете новых пилотов и новых кораблей новые корабли мы в прошлый раз как раз закончили на том что нам подарили корабль улакс и мы сидели и полчаса со зрителями думали что с ним сейчас делать как а его адаптировать а все одно предложение на самом деле то есть если вы пересаживаетесь на новый корабль то все апгрейды которые у вас были для старого корабля вы просто считаете их как единичками эти единички переносите на новый корабль то есть вот сейчас у нас для нашей мир к вы два апгрейда было то есть мы тоже садимся на новый корабль эти два апгрейда ставим как хотим то же самое с пилотом если мы встретим какого-то нового пилота то мы точно так же смотрим какие у нас уже есть и достижения и переносим его на нового пилота очень просто и гениально почему мы сами до этого да не додумались в большой большой вопрос и а да может быть мы встретим скоро какого-то нового пилота кстати про недостаток наверное который я не говорил в этой игре это то что она не очень персонализирована я люблю когда ты очень сильно погружаешься в персонажа а здесь вот по сюжетке мы всегда в толпе то есть вот наш передай вот этот он нигде как личности в тексте особо не присутствует он всегда в какой-то команде там участвует куча народу сома капитаны разные имена я уже во всех этих людях запутался примерно как не знаю каком-нибудь властелине колец или игра престолов огромная куча персонажей которые имена которые проходят и ты мало кого запоминаешь и при этом ты сам особо ну индивидуально не участвуешь ты всегда в какой-то вот команде а пилотов всегда присутствуешь вот в самой сюжетки но не совсем персонально и это с одной стороны забавно с другой стороны не будет так проблематично перейти в тело другого пилота то есть если мы кого-то встретим то в принципе я не так сильно привязался к этому вот передаю хотя есть немножко потому что он раскрашенных а новый будет не расскажет но тем не менее не будет проблематично перейти вот с личностной точки зрения то есть сама игра сюжетка она не привязывает истории к личности персонажа он всегда остается как вот наблюдатель и в этом тоже есть какая-то своя прелесть ну и и разобравшись с кораблем мы конечно хотим пересесть на олакс и я обязательно это сделаю в следующей серии а пока а напоследок полетаем на меркаве потому что я хочу проверить еще одно новое введение которое в новых правилах но новой редакции да и их можно скачать прямо на проекте game found и там они уже выложены а можно сказать скачать и спокойно читать так вот а новое правило которое велось это то что в битве сейчас нету этапа подзарядки батарей потому что вот сейчас в старой версии игры когда идет бой спейс комбат то в первой фазе у нас повышается щиты на один то есть само восстановление это убрали в новой редакции и а хочется посмотреть как это отразится на балансе мы поиграем еще за этот корабль а уже в следующий раз пересядем его и я его расскажу задним такой забавный розовенький фиолетовенький так что играем сегодня на старом корабле а потом будем меняться что у нас здесь за миссия напомню что мы по сюжету он помогаем юром а нации юров вот здесь вертусе спастись с планеты которая которую захватила гражданская война очень суровая причем революционеры довольно жесткие они уничтожают культуру прошлой цели прошлой прошлого правительства жгут библиотеки изгоняют беженцев тому подобное и мы решили все-таки быть за правительство и помогаем в прошлой миссии мы помогали беженцам спастись с планеты и уехать так вот сейчас в этой мере в этой миссии мы продолжаем эту историю данный корабль это корабль с беженцами то есть как раз те про правительственные силы которые улетают с планеты они вот находятся на этом корабле и корабли юров колесницы научные хотят их перехватить наша задача по сюжетке защитить этот корабль и миссия в общем-то достаточно оригинальная потому что нам не нужно будет никого убивать нам нужно будет защитить хотя можно и убить итак у нас тридцать восьмая миссия мы находимся все еще вот на этой планете и пытаемся наша задача требование из ты бешеным 5 и моего только что получили как раз вот здесь вместе с кораблем и она у нас выполняется и так защитите цель беженцев гражданских цель защитить их корабль 8 раундов на корабль загрузилось очень много гражданских и вы видите их нервные лица они они знают что с ними случится не беспокойтесь мы лучшие пилоты в галактике и мы гарантируем вам а безопасность что ж все они будут надеяться на вас цель а по продержаться 8 раундов и защитить этот корабль особые условия на цивилизации корабль беженцев корабля гражданских имеет 6 защиты 6 щитов и не используют никаких карт просто находится вот в космосе вот он здесь в конце 3 и 6 6 раунда кидайте до 6 и будут проявляться ронин из скауты ронинов все таки мне кажется революционеры юров как-то связаны с этими ронинами бандитами потому что сейчас у нас начинают как раз юровские корабли а через 36 раундов появятся рониновские скауты причем элитные так что до восьми нам продержаться ну почему нет я думаю что мы подстрелим и этих корабликов и ронинов тоже будем защищать наша задача быстрее сюда перейти и попробовать как-то защищать вот этот корабль и потому что они его будут бить если он будет вблизи в приоритетной цели жизни не 6 у нас 8 из модификаторов счетов 6 то есть у нас сейчас больше жизнь корпуса поэтому мы приоритетная цель то есть принципе мы сможем защитить но надолго ли нам поехали тогда сражаемся да я перри переворачиваю все таки все таки в эту игру с руки не снимаешь на смотрите какая красота космос так наша раскладка раскладка я уже сделал вроде бы все правильно теперь а наша задача либо выиграть либо а проиграть так ну давайте немножко статегию а под продумаем два корабля мы здесь защитить нужно этот то есть первая наша задача так отличный бросок здесь было вот так если движение есть и атаки теперь а ну нам нужно стремиться вперед первым делом что у нас есть на движение ну пока просто рванем вперед на полную вот здесь это на три движения раз два три поехали теперь а я думаю что мы выбьем более слабого сначала потому что элитного выбивать долго у летного и счетов много и бьет он больно и иммунитет у него к пробиванию а у этого иммунитета нет то есть мы можем его нашим бронебойным лонгшотом попробовать убить без учета брони поэтому второе движение мы используем как либо интерференцию использовать это интересно это раз два и три так и мы в него попадаем нет не срабатывает можно было бы погасить ему радары но дальность 2 не хватает не хватает все равно мне кажется это было бы неплохо 3 а смогу я его у убить вот здесь то есть если раз два три здесь мы идем на три вперед и на слушать мы попадаем отлично смотрите иду сюда не сюда делаю интерференцию так это supply тратится на на продвинутое действие соответственно мы двигаемся следующим образом 1 2 и а повернулись 3 вот по этой схеме правильно же правильно теперь кораблик пуляемся у нас есть арка для обычного базового удара 3 вперед и с краешку 2 это как раз раз два три раз два то есть мы попадаем до преимущества не будет потому что в лицо бьется они сзади она тем не менее мы попадаем поэтому два оставшихся удара я бью сюда активирую что дает нам по одной цели два удара и и трачу вот здесь supply потому что я из кучи всяких нашим брейдов которые накупил повесил вот это продвинутое оружие для базовой атаки плюс один то есть фактически мы объем на плюс а3 теперь модификатор а что ж такое мисс а это не тот мисс который я убрать должен был не дождите ли это обычный мисс так давайте я проверю колоду потому что это значок я забыл что он означает мне кажется что это мисс просто с старой раскладки а это значок вот что значит три месяца не играть от значок означает что если мы его вытаскиваем только мы перемешиваем колоду мы промахнулись и это жесть за еще один этот есть но можем конечно здесь ударить внутри через вот этот supply еще эффект оглушения можно будет применить но это это по щитам пройдет но все равно давайте уже бить потому что это очень обидно падает пара парке попадает минус один ну два удара на два удара по вот такому лонгшоту сопла я потратил ударил это 3 3 колесница соответственно 1 2 щиты ему врезал плюс это свойство имеет эффект стан если цель имеет такой дэмидж это получает один дэмидж в начале каждого хода удаляйте его после ремонта а это висит на нем а то есть я ему повредил корпус и у него утечка теперь он будет терять каждый ход немножко себе щитов только работает ли она а потому что я же не пробил я же не пробил щиты она не работает нет не работает то есть она работает только в случае если я нанес удар какой-то по корпусу но это логично то есть я только энергичный энергетические щиты пробил соответственно до корпуса просто не добил и это бронебойность у меня не сработал так что зря и вообще потратила нужно было тратить когда уже будет хорошо пробит щиты пробиты ну ну четыре месяца не играть что и что еще все забыл все забыл так что я оправдывается рано начал дам уже еще живем плохо сыграл первый ход давайте смотрим что у нас делают враги так что-то интеллект 1 1 у нас вот здесь 2 смысле а так у него первый поворот а ему двигаться поворачивать и надо он смотрит наше направление поэтому бьет бьет на 1 2 3 на 4 1 2 3 4 не достает соответственно двигается подождите бьет он на 2 соответственно не попадает значит двигается на 4 1 2 3 4 вау прямо посмотрите как в кучу в кучу врезался теперь поворот поворот у нас больше корпуса поэтому у нас еще и сзади блин они прям начали опять шикарно сражается а это плохо и он сейчас ударяет он как раз диапазоне и нам запросто прилетает очень и очень шикарно болен что это означает это означает что он бьет на минус один так но а с модификатором а преимущество потому что у него сзади он тянет два модификатора куда-то сюда поближе раз и выбирает лучший плюс один плюс один компенсируется здесь это двоечка соответственно где у нас элитного двойка он бьет на плюс 3 на плюс 3 значит нам 3 прилетает по щитам 1 2 3 и теперь восстановление это не будет так ты молодец конечно теперь 2 но он начали поворачивать в нашем направлении так раз-два небе не добивает соответственно двигается раз два три 4 поворачивается раз и не попадает не как до никак не попадает но это хорошо это у нас тут такое столпотворение так и на этом у нас заканчивается первый раунд напомню что нам нужно спасти до 8 поддержать до 8 так хорошо отработали наш ход так очень много боев это хорошо стресса пока нет так нам повороты нужны потому что я вообще очень неудачно так я могу сзади за вот этого зайти смотрите если я возьму вот так на поворот а поворот здесь раз а а потом а двинуться вот так и тогда попадаю вроде бы попадаю смотрите беру вот это и а двигаюсь соответственно а раз так а а лишь повернуться больше нечем да тогда вот так поворачиваю спину с первого можно повернуться до двух поворотов то есть стояла так соответственно раз-два а теперь к нему зайти в зад у меня в принципе вот здесь есть supply chain то есть я могу двинуться и за счет стресса бы повернулся но у меня стресса нет блин без поворотов вообще у меня есть какой-то из апгрейдов которые позволяют дополнительные повороты делать на их не взял к сожалению если я далеко отличу они будут набить моему моего этого нельзя это делать я должен где-то здесь тусоваться рядышком да смотрите я могу сделать следующее я могу взять все таки вот это базовое движение а двинуться вот так должен повернуться и встать на его место она я это не могу сделать соответственно я должен предотвратить движение с помощью стресса то есть резкое торможение и то есть по правилам и теперь я сзади от вот этого от 3 и сзади я его могу отдолбануть попробовать вот этим раз два и трачу еще один supply чтобы добавить плюс один теперь добавляю здесь так как я имею приоритет то еще плюс один то есть фактически я бью на целых 4 4 плюс модификатор я имею преимущество поэтому тяну две карточки минус один минус один здесь значит я бью только на 322 отсюда один отсюда один отсюда минус один то есть на три а по третьему раз два три я почти снял ему броню но это очень рискованная потому что остаюсь в гуще и у меня нечем улететь остается только атака атака я могу опять же сделать вот здесь а почему бы и нет это по одной цели блин жалко а если бы я два кубика слушать а если два кубика суда за закинул я по двум целям бью то есть я ударю суда они суда я не попадаю потому что если я вот это место пусто идет но ничего я все но делаю а у меня тогда кончится supply ничего я ему тогда сейчас пробью пробью корпус бью здесь трачу последний supply и бью ему с преимуществом в зад раз два плюс один здесь у нас три то есть на 4 на 4 объем 4 а это у нас по третьему раз два три и четыре да но теперь то мы ему пробили корпус соответственно получает повреждение корпуса и она его убьет сейчас переключаемся быстренько на 2 продавка в конце третьего еще один придет но я думаю что мы должны справиться я в прошлых сериях жаловался что бои стали ненапряжные легкие ну вот игра себя защищает так но у меня все теперь а противник так что у нас здесь есть интересно но в начале двоечка двоечка здесь есть эффект поглощение радаров по моему атака идет по всем блин она по всем идет по двум целям точнее то есть нам всем придет в радиусе вернее по трем целям в радиусе 2 то есть и всем придется и мы не нужно даже поворачивается то есть он сразу атакует он сразу атакует блин это плохо что это за эффект эффект по моему это это что-то с радарами связанная был а слов замедления точно замедлитель цель не может двигаться или с помощью апгрейдов может только вращается и атаковать но это не страшно то есть в принципе нас просто вырубят двигатели и получается у всех вырубят двигатели поэтому пофиг как бы он все мной не двигается а вот нам конечно неприятно ладно может он еще промахнется бьем по нам сначала так преимущества здесь нету потому что нет арки движения то есть 1 0 а минус 1 а он бьет на двоечка на 3 минус 1 это 22 проходит по нам 1 20 у нас и а нас нам навешивают замедлением замедление на один раунд так хорошо теперь бьет сюда плюс 1 то есть соответственно ты на 3 он бьет по нашему этому снимает ему раз два три то есть тут уже начинает волноваться я думаю мирные жители что и корабль и плохо мы защищаем по нему он прилетела ракета так в начале хода 2 2 ход начале хода у него снижается броня 3 и а что он может сделать но он делает то же самое в радиусе 2 до тоже до всех достает изначале приходит по нам а подождите это должен двинуться то есть он после того как успешно атаковал он двигается двигается он вот так вот так и теперь тоже тот же самый маневр он бьет по нам всем снова блин нельзя в куче стоять нужно отлетать бьет сначала по мне промахнулся ура промахнулся а теперь нужно все это перемешать и он бьет еще и по интересно если промахнулся то это срабатывает и по моему модификатор для каждой цели да для каждой цели кидается тянется точнее в дополнение вместо модификатора в одном из дополнений появились кубики и не знаю мне кажется что с кубики прикольнее кидать вот такие модификаторы единственное что это нет нет такой гибкости потому что здесь очень много механики на улучшение или на ухудшение колод но кубиками тоже можно сделать то есть разные кубики подкидываешь в пул просто это наверно сложнее сделать но было бы изящней так ну и бьет по нашему дарту плюс один то есть это на 3 насколько у него там троечка тоже на 3 бьет да на 3 бьет суда раз два три блин у нас все давно не проваливали слушайте а могу я как-то его уйти убрать так у него сейчас 6 корпус у нас 8 то есть мы можем в принципе отлететь чтобы его просто от свой от мирного корабля отвести как думаете так это третий раунд что там нас в конце третий раунд приходит еще один а мы а еще не добили до в конце третьего раунда и шестого так третий раунд ух начинается стресс смотрите в тематично мы с вами стрессуем я как игрок стрессу и кубики стрессуют так хорошо фу-фу-фу-фу ситуация так себе в движению есть принципе этого можем добить прямо сейчас он правда самый сдать через два хода там помрет тогда может быть и нет может быть не стоит тратить то что не стоит тратить дело у нас есть по ним бронебойные мы сейчас можем элитного с бронебойным укокошить слушайте давайте так и будем делать я поворачиваюсь поворачиваюсь раз-два раз-два и беру бронебойный вот сюда это плюс три удара бронебойный доза сапплай тратится и это на 3 трачу здесь потому что мы имеем преимущество сзади бьем соответственно здесь это плюс 4 бейсик атак не работает только здесь плюс 4 хорошо по моему хорошо плюс 4 они все проходят прямо в корпус почему потому что у нас бронебойный эффект так это по второму раз два три четыре и мы еще два бронебойным ибо его выбьем моему неплохо так нас есть еще два стресса можем ли мы еще как-то добавить но мы не можем потому что у него очень много брони энергетическим ее не снизим никак а вот этого может быть и стоит добить а только чем базовым движением допустим если двинуться то а вот так они как моего не 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 развернемся потому что мы развороты потратили на эти два стресса тратить не буду а мы двигаться еще не можем уже замедленные да то есть у нас сейчас это спадает состояние двигаться мы по-любому не мы могли ворочаться и атаковать но двигаться не могли эти два стресса я не трачу потому что он не хочу а стрессы на три у нас появится просто еще одна модификатор мисс так 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 кстати я неправильно наверно играю потому что у меня двух нулей не должно быть в колоде я же я и я же их апгрейдил вот здесь по свойствам где-то вода минус 20 и они у меня почему-то замешаны здесь я не видел не вижу где они у меня убраны в это я разберусь потом сейчас не до этого сейчас давно выжить так да я их случайно замешал я их отложил в коробочку и потом забыл об этом и замешала в общую колоду то есть улучшение не сработало а куда их уберешь порвать что ли как в легасе так 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 ну ладно нам сейчас выдержать надо новый новый ход а противника так отлично они не атакуют они а уходят стелс дождаться ронина так 2 поворачивается в направлении противника ну то есть меня раз-два теперь атакующие в данном случае у него а состояние стелса так это хорошо потому что этот то и в стелсе погибнет со своим пробитым корпусом а вот это становится невидимый мы его не можем не атаковать ничего и он заряжает свои свои щиты на плюс 2 но у него не так на максимуме то есть мы его не били а вот второй да он двигается сейчас то есть он двигается раз и не может то есть остановился и подзаряжается на два но не получается у него на этом все а вот 2 2 в начале своего хода теряет жизнь из-за а пробития после чего тоже уходит в стелс и подзаряжает щиты на 2 но это ему не поможет после чего тоже двигается вот так вот так заходит сзади к нашему мирному кораблю уже не успеет вот следующий ход он был просто из-за пробития помпа погибнет отремонтироваться он а не может по крайней мере может у него не у него есть там карточки ремонта но и надеюсь что не выпадут было бы а мы вот нос в нос вообще классно конечно непространственные бои здесь шикарнейшие так все конец раунда это получается у нас конец третьего раунда у нас приходит еще один ронин и до правила помните я спрашивал когда-то что когда приходит спауниться новые враги как их ставить и здесь в прошлых правилах этого не было ясно здесь четко просто написано что лицом ближайшему врагу так ну что мы кидаем до 6 где он у нас троечка троечка около b спауниться так как мы один игрок то одни один элитный ронин вернее ронинский скаут около а б так блин я готов готовился к летсплеер и забыл его сова поставить этого ронина поставил только карточку а самого кораблика не поставил так элитный ронин вот у нас здесь и это четверочка четверочка у меня вот она здесь приготовлена четверка так он около b спауниться и ближайшему врагу то есть вот сюда лицом этот ближайший значит вот так так хорошо вернее это плохо потому что нам нафиг не нужен со своими восьми жизнями с иммунитетом от стана от пробития до пробития корпуса у брич защищен то есть его не пробьешь вот этой штукой ты можешь она у нас и кончилась так 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 а 3 ну и четвертый раунд начинается так отличный бросок безстрессовый типом успокоились хотя из-за ронина можно было бы и полноваться так в лоб моего сейчас не пробьем потому что лонгшот нужно про пропуск между врагом отступить мы просто назад не можем как-то бить этого чертова ронин этот сам помрет вот этот то есть меня вот это волнует больше либо вот этот слушать эта длина на 4 1 2 3 4 мы чуть-чуть не достаем лонгшотом суда вы вылепить так зайти сзади ну как здесь у нас есть еще движение если мы а двинемся раз-два типа так а потом раз-два мы тогда лонгшотом у него не возьмем если просто этим раз-два это сзади будет но но надо чуть-чуть отойти либо здесь на три раз два три о но это не повернуть а а у нас стресса нету чтоб дополнительный поворот сделать яй очень неудачно расположен ну как вот решить эту головоломочку видно нам там ведь не очень видно да все варианты варианты движения вот и скажите мне как как двинуться так чтобы добить элитного роне но у него всего лишь два корпуса осталось но а это бронебойным надо но я зайти сзади к нему никак не могу да и есть и спереди тоже хоть как-то с любого бока бы но нужно напрямую встать и на расстоянии одного агекса чтобы сделать этот смертельный бросок но как это сделать вот так так и тут о мы можем смотрите так раз движение здесь правильно раз-два-три так а плюс у меня эффект еще подавление радаров будет на него наложен достал стелс а ушел кстати хотя почему ушел слушайте я у него у них же стелс у обоих болеен я не могу ничего сделать они невидимы и ну ладно ладно я не я их не вижу они ушли в стелс а я просто поворачиваю здесь раз-два очень прямолинейно лечу вас здесь 1 2 3 и можно его пробить сколько у него там жизни а у него и нету брони то есть его смысла бронебойный тратить на него нет поэтому я просто трачу два вот здесь это плюс 2 трачу здесь чтобы добавить на 3 преимущество не имеет это достаточно только 3 как раз мы пробиваем 3 и тянем модификатор 3 ну только 3 и 2 кстати должен должен был убрать так что тянем еще цена 0 так 33 это хорошо 1 2 3 вроде все еще 1 1 остается я думаю что я заряжу заряжу себя 2 а броню потому что с этим вообще нехорошо а кстати с помощью этого мы можем еще и подлечить данного он же сейчас на него нападет да может его подлечить сколько там 66 жизни пока тянем ладно тянем вряд ли он на 6 ударит так третий раунд сейчас 4 уже сейчас ходят противники появляется новый новый корабль соответственно новый искусственный интеллект так ну что какая у нас позиция позиция интересная входит 2 ронин не 2 юр это вот это ой как он сейчас может ударить по всем мы хорошо что немножко разошлись так да у него спадает в конце спадает стелс ну в конце хода так он поворачивается поворачивается к ближайшему суда раз потом атакует он попадает в арку на попадает в арку и бьет на он еще и отталкивает то есть он его в конце ударит еще и толкнет бьет на 3 с модификатором ну это хорошо фу-фу-фу-фу-фу 3 радар он ему погасит но так как он не действует это неважно но он по моему еще и мне и меня задевает на потому что он по всем целям бьет бесконечность то есть 1 2 3 4 да он мне тоже у меня тоже прилетает то здесь бьет на три раз два три три жизни осталось у нашего корабля слушать там уже волнуются все и мне тоже прилетает ну да он отталкивает и а мне прилетает 4 4 и вот на меня уже действует это состояние радар джам то есть я буду тянуть две карточки и выбирать худшую то есть у меня радары погашены и а тоже отталкивает или притягивает так уж на это это толкает подталкивает так хорошо 4 удара 2 по счетам а 2 в корпус раз-два и у меня осталось 6 жизни сейчас еще и ронин активируется до активируется ронин так поворачивается и обьет попадаем в арку плюс тоже эффект отталкивания будет бьет на чего там у него на плюс 3 а плюс 3 с модификатором плюс 4 6 жесть у нас две жизни две я толкнул они швыряют нас они нас выбирают ай да и еще рано рано падать и выпадать из космос не надо не надо проигрывать пожалуйста уже достаточно напряженный так бой его надо выиграть я уже возьму свои слова обратно что бои стали слабыми и надо их усложнять но заметьте насколько изменила да вот это не заряжание а щитов потому что сейчас бы если по ним не заряжается каждый ход у меня было бы плюс 4 я бы мог хотя здесь бы на в этой миссии бы не помогло потому что этого то надо спасать то есть и не здесь это сократили спасло бы убегание потому что они просто разбили бы а наша мирняк фух хорошая миссия интересная прям прям авторы решили услышать мои возражения и кое-что изменить да так это четвертый же раунд до четвертый раунд то есть у нас нас победе очень хорошо а да этот я хотел сказать но он он погиб вот этот из-за пробития корпуса свой ход и стелс ему не помог так то у нас осталось снова 2 их врага но у нас жизни очень мало у обоих и я давно не проигрывал в этой игре и не хочется ни разу не проигрывал или я забыл или ты не знал ли ты забыл так начал пятый раунд в шестой еще один добавится в конце шестого а нам надо 8 продержаться а у нас сейчас единственный шанс завалить бронебойным вот этого и это в принципе не сложно рука устала давайте поснимаю чуть-чуть сверху принципе так понятно что происходит так и стресса нету прям спокойные пилот наш передай у нас радар джам даджам эта штука очень неприятная цель имеет не преимущество то есть до конца хода у нас будет нужно будет тянуть 2 2 модификаторы при каждой атаке и выбирать худшее правильно понимаю да во всех его атаках так ну нам вообще немножко нужно нам вообще нужно немножко как-то развернуться к этому но у того всего три жизни то есть если я отойду этот прилетит сюда и может убить у нас здесь миссия закончится и что делать уронена осталось пять жизней смогу ему сделать 53 здесь здесь не могу и не смогу столько атаки сделать то что у меня ее здесь хотя 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 можно тогда этот придет и убьет здесь ну не знаю что делать так можно за их какого то можно убить а вот убьет ли а у нас у этого три жизни то есть у него он ланшотит любым ударом ну кроме минусовых а здесь мы у меня два меня тоже убивают любой удар то есть но я могу под лечиться здесь одним кубиком могу подлечиться здесь одним кубиком тремя кубиками то есть если я потрачу все на лечение и а в радиусе трех в радиусе трех да по моему я могу подлечить подлечить свою кораблик мне не свой а чужой вот так я думаю что надо выбивать кого мы можем во первых я бью бью лонгшотом на 3 он что там наш внутри прямо сюда потому что я так стою и это можно хоть 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 что-то сделать сколько у него 5 и блин жалко нету еще одного атаки мы могли бы здесь сделать и даже лонгшот можно не тратить можно сделать вот так это плюс 2 и здесь потратить это будет 3 да можно так сделать это 3 удара в лоб нормально будет если но сейчас рассмотрим плюс 1 0 то есть 0 3 удара проходит в лоб раз два три у него две жизни остается две теперь две мы можем вот это все таки сделать сюда и и попробовать рискнуть это два удара в лоб потратить supply и надеяться что будет хороший удар плюс один минус 2 мы мы с подавленными радарами минус 2 то есть моему ничего не сделали ах ты жал раза ну и да я вот этим а подпитываю два раз два чтобы выдержал противник и самому ну куда-то линять хочу у меня ничего нету а у меня есть и у меня ничего нету я его не добил соответственно мы похоже пролетели сценарий вот что значит четыре месяца не играть звезды и кариоса и но я могу конечно улететь чтобы вдруг прямой какой-то нет давать какой-то дальний удар чем тут можно улететь подальше ну типа так вот этим 1 2 и 3 ну развернется раз два и все то есть лучше так улететь то есть пока он быть разворачивается я к нему потом под лечу и все и надеяться что этот не добьет вот этого больше я не вижу никакого эффекта никакого шанса так ну что пятый раунд ходит научная машина так компьютер им портит но для него неважно поворачивается повернуться не надо он и так бьет раз два три четыре а а он не попадает поэтому движется раз два три четыре повернулся кроме но так повернулся кроме но это по движению соответственно поворачивается еще раз мне кажется он в любом случае не попадает то есть раз два так цель у него а у кого больше у этого больше соответственно цель вот это раз два и он все равно не попадает в арку фух на нам повезло нам просто повезло так так за этот затупил теперь ронин теперь ронин а он сзади в арку мы не попадаем то есть он разворачивается в ближайшие ближайшие у нас мы раз два и мы попадаем в арку бьет он бьет еще и сзади то есть минус один мисс ну минус один бьет потому что он выбирает лучшее так как у него преимущество минус один его 3 это на 2 нас убили нас ронина убили 1 2 черт я столько играл и уже перезабыл как это проигрывать в эту игру мы провалили сделаем такой цвет трагический и будем читать реально я не помню когда я проиграл в этой игре было очень напряженно но я по моему почти всегда выигрывал даже с большим напрягом ну чтоб вот такое последний шаттл испаряется под шквальным огнем тебе ничего не остается как быстро ретироваться пока ты не стал следующим как только вы проясните ситуацию капитан проясняйте ситуацию капитан сома дает очень нелестную оценку вашим способностям пилоты вам повезло что вам нам дали еще один шанс помочь после того что вы сотворили если мы когда-нибудь собираемся восстановить свои позиции отомстить к чему надо стремиться тебе придется стать намного намного лучше так мы получаем несмотря на все мы получаем establishment 6 правительство в нас не полностью разочаровалась даже 10 монет еще дало это 75 и теперь читаем исход жизненной силы дона бенву почти достаточно чтобы отличить его от дряхлого боша который встретили впервые странно думать что это один и тот же человек ну то есть мы встретили его что он сильно постарел после случившегося нам сообщили говорит он что искры готовят на нас ловушку похоже они пытаются заманить ловушку кого-то важного ну я не хочу об этом говорить но похоже что это я бенву улыбается довольно тем что он стал важной мишенью кажется вполне уместным что мы дадим им того чего они хотят он посмеивается над твоим ошаловленными взглядами над твоим недоумением или по крайней мере мы позволим им так думать ну то есть мы будем в эту ловушку идти как будто мы о ней не знаем они собираются управлять конвоем и на борту одного из авианосцев будет их командир по имени Ардернан и он будет приманкой чтобы выманить меня наружу благодаря агенту Берозу нашей информации мы знаем что они устроят засаду с намерением меня поймать и мы также точно знаем на каком корабле конвоя будет находиться Ардернан наконец бенву поворачивается к капитану Соме обращаясь непосредственно к ней мы сейчас поменяемся ролями со спарксами и сами устроим им засаду так исследуйте 0.39 0.39 и там будет у нас засада на звезд я в очень конечно большом шоке от проигрыша вот этой битве если честно то есть получается баланс игры правился просто банальным отключением самовосстанавливающихся щитов представляете так 39 где-то у нас вон там на 39 вау мы летим в какую-то даль смотрите мы летим в очень далекую систему где будем устраивать ловушку для для спарксов то есть сейчас я закупаюсь до соплаем до максимума и лечу но на 39 то есть это раз это два то есть два потратили и теперь в 39 мы нырнем и там будет следующий сценарий ну это уже в следующей серии эту я скорее всего выложу на ютубе потому что перерыв между сериями был на 4 месяца ютуб уже забыл что я спамил его сериями по звездам Акариоса поэтому я думаю что выложим и за одним а люди которые подключаются к каналу и к этому сериалу они посмотрят какие бывают напряженные и интересные битвы в этой в этой игре ну а дальше уже заходите на бусти и осмотрите продолжение в архиве этого сериала фух ну слов нет слов нет просто Киридай в шоке даже не фокусируется а а а а а а а а от а а а Продолжение следует...